Здравствуйте! Специальное интервью на Одинцовском телевидении. Сегодня гость нашего эфира, председатель территориальной избирательной комиссии Одинцовского района Александр Вячеславович Игнатов. Александр Вячеславович, добрый день! Добрый день! Рад приветствовать вас в нашей студии. Не так давно вы здесь были, но тогда мы находились в начале самом избирательной кампании. Кампании по выбору депутатов в Совет депутатов Одинцовского городского округа. Ну а сегодня мы практически находимся уже в нескольких десятках часов от кульминации, от самих выборов. И мне бы хотелось, чтобы вы в нескольких словах, несколькими штрихами описали ход избирательной кампании. В какой точке мы сейчас находимся, с какими результатами мы приближаемся к Дню тишины, к субботе. Да, ну вы уже сказали, что мы находимся действительно в нескольких часах от окончания, от такой кульминации дня голосования. То есть, в принципе, вся подготовительная часть избирательной кампании у нас завершается. Завершается агитационный период. Естественно, давно завершилось выдвижение регистрации кандидатов. Кандидаты, те, кто имел возможность, имел желание, скорее даже, прошли агитационный период. Им было предоставлено время на канале вашего телевидения, предоставлена площадь в газетах двух муниципальных, в новой рубеже Одинцовской недели. Кроме того, они имели возможность приобрести заплату в других СМИ материалы. И, естественно, выпускать агитационные материалы, печатные, что они, на самом деле, достаточно активно делали. Сейчас это все приближается к концу. И в 0 часов 20 апреля, то есть с пятницы на субботу, любая агитационная деятельность у нас запрещается. И избирателю дается возможность в тишине определиться, за кого он будет голосовать. Что касается количества кандидатов, количества партий избирательных объединений, которые подходят к этому, к финалу, скажем, избирательной кампании, и по нарушениям. Да, ну, во-первых, я напомню, что у нас выборы в депутатов Совета, депутатов Одинцовского городского округа проходят по смешанной избирательной системе, что означает, что каждый избиратель получит два избирательных бюллетеня. Один бюллетень, где он сможет проголосовать за партии, выдавшие списки кандидатов, и они потом пропорционально между собой поделят 10 мест в Совете депутатов. И второй бюллетень у нас шесть пяти мандатных избирательных округов. Соответственно, территория Одинцовского городского округа разбита на шесть равных по числу избирателей с очень небольшим отклонением избирательных округов. Там избиратели будут голосовать за конкретных кандидатов, фамилии которых будут указаны в бюллетене. Если в первом случае по голосу за партию человек может поставить одну отметку, проголосовать за одну из девяти партий, у нас девять партий в этот бюллетень включены, все, которые подавали документы, все прошли регистрацию, то во втором случае бюллетеня по пятимандатному округу избиратель может проголосовать от одного до пяти, то есть до пяти кандидатов он может выбрать. Если будет шесть и более отметок, то бюллетень будет недействительный. Если не будет отметок, то тоже будет недействительный. Что касается количества кандидатов, у нас в партийном бюллетене 9 партий, в целом эти 9 партий, там списки состоят в общей сложности 74 человек, и по пятимандатным округам 180 кандидатов включены в бюллетене, в среднем это 30, но если говорить конкретно, то от 25 до 36 в зависимости от избирательного округа. То есть, в среднем это получается 6 человек на место конкурс по пятимандатным округам. Вы сказали 180 кандидатов, насколько я помню, в марте в бесплатную агитацию при проведении жеребьевки включалось 184 кандидата, то есть, некий все равно отсев минимальный, но произошел. Да, конечно, у нас выдвигалось вообще 201 кандидат на момент выдвижения, потом кто-то не донес документы, кто-то принес подписи, которые оказались недействительными по результатам проверки, кто-то снял свою кандидатуру после регистрации сам, и в том числе, да, вы правы, действительно жеребьевка эфирного времени проходила по 184 кандидатам, После этого 4 сняли свои кандидатуры. Один был снят судом, было отменено решение о регистрации, и остальные сняли свои кандидатуры по заявлениям. Что касается нарушений, это всегда очень такой вопрос, наверное, один из основных, да, насколько чисто проходит избирательная кампания, если можно, тоже в нескольких словах о предварительном голосовании, досрочном. Ну, нарушений, в принципе, я бы не сказал, что много, естественно, они есть, и связаны они в первую очередь даже не с деятельностью самих кандидатов, а с распространением материалов как бы от имени кандидатов лицами, которые пока не установлены. То есть мы, соответственно, такого рода материалы, в частности, в Зевенигороде выпускались такие материалы, мы их направляем в полицию с просьбой пресечь распространение и проверить, соответственно, и установить, собственно говоря, изготовители-распространители. Вот это, наверное, основная категория нарушений, в остальном, ну, более-менее все проходит спокойно. Досрочное голосование у нас проходит в этот раз только в территориальной избирательной комиссии. Насколько активно? Достаточно активно проходит, то есть где-то более там 130 человек в день у нас голосуют, но это при численности избирателей 273 838 человек. В общем-то, это достаточно маленький процент, естественно, но, тем не менее, он идет. Оно будет продолжаться до 20-го числа, до субботы, по будням с 16 до 20, в субботу, соответственно, с 10 до 14 часов. В помещении территориальной избирательной комиссии можно проголосовать при предъявлении заявлений, паспорта и документа, подтверждающего уважительность причины. То есть, либо отъезд, либо командировка, либо работа, либо отъезд в отпуск. То есть, не любой человек, а человек, у которого имеется уважительная причина, может, подтвердив эту причину, проголосовать досрочно. Что касается непосредственно воскресенья и проведения самих выборов, во сколько откроются избирательные участки, каково будет их количество, когда они закроются, то есть, какой промежуток избиратели должны успеть? Да, здесь у нас все традиционно. У нас вот за чуть больше года третий выбор и третий день голосования, начиная с марта прошлого года. Все традиционно, здесь ничего не меняется. С 8 до 20 часов в день голосования, в воскресенье, 21 апреля, избиратели вправе прийти на свой избирательный участок. Их у нас 230. То есть, это те же участки, которые были открыты на выборах в сентябре губернатора Московской области, в сентябре прошлого года. Они, в общем-то, в привычных местах, только в одном случае поменялось место, но в силу объективных причин, там здание просто снесено. Все остальные участки у нас находятся там же, где это было, то есть, избирателям привычно это, они знают, где эти участки находятся. Ну и также для голосования нужно предъявить паспорт с отметкой о регистрации на том избирательном участке и получить два бюллетеня и, собственно говоря, проголосовать. Сколько избирательных участков будет открыто и велико ли количество наблюдателей, которые регистрируются, зарегистрировались для участия тоже в надзоре, скажем таком, народном, общественном, контроле? Да, у нас, значит, здесь 30 избирательных участков, на каждый участок каждый кандидат может назначить, ну, назначим уже два наблюдателя, но одновременно присутствовать один. Плюс каждый кандидат может назначить члена комиссии правосвещательного голоса, каждая партия выдвинувшая может это тоже сделать и наблюдатели, и члены правосвещательного голоса. 80 человек может присутствовать, одновременно контролировать работу членов участковой комиссии. А реально сколько будет наблюдателей, как вот сейчас идет процесс их регистрации? Достаточно активно партия в этом процессе, активно, ну, на самом деле, те кандидаты, которые вот ввели компанию активно, они же, их активность продолжается, и они достаточно большие списки наблюдателей нам представляют. Вот, поэтому я думаю, что, да, стоит ожидать достаточно большого количества наблюдателей, ну, это повышает, собственно говоря, прозрачность открытости избирательного процесса, и, на самом деле, уровень доверия, и помогает комиссиям, собственно, избежать каких-то ошибок, потому что, ну, лишние люди, которые там на начальной стадии могут какие-то коррективы внести, там, спросить, уточнить, правильно ли проходят. То есть, мы в этом случае, мы только рады и благодарны всем наблюдателям за такую конструктивную позицию, чтобы, так сказать, они своевременно сообщали о том, что где-то какие-то вопросы у них возникают. Ну, и в завершение хотелось бы, Александр Вячеславович, чтобы Вы сказали, когда же и в течение какого времени будут подводиться итоги голосования, и когда мы услышим предварительные, когда официальные уже результаты, итоги, когда с ними можно будет познакомить наших телезрителей? Ну, у нас на, вот из 230 участков, на 221 участке будет КАИБы, комплекс обработки избирательных бюллетеней. То есть, там практически онлайн? Да, ну, не онлайн, но там гораздо быстрее будут подводиться итоги, потому что он сканирует бюллетень, и, соответственно, по окончании голосования, после того, как будут все процедуры выполнены, он автоматически выдает результаты. Комиссия существенно сокращает время работы, время подсчета голосов. Те 9 участков, где КАИБов нет, это маленькие участки, менее 500 избирателей, то есть, там, в принципе, подсчет должен достаточно быстро пройти в ручном режиме. Поэтому мы надеемся, что там, ну, часам к 2 ночи, в воскресенье на понедельник, мы получим протоколы участковых комиссий, ну, может быть, чуть попозже, и, собственно говоря, уже будем иметь какие-то предварительные результаты. А в течение какого времени должны быть официальные уже результаты предварительных? В течение нескольких дней, но я думаю, что если все пройдет нормально, и не будет каких-то серьезных препятствий, к тому не будет каких-то там сигналов о нарушениях, которые потребуют дополнительной проверки, я думаю, что мы достаточно быстро и в понедельник уже будем иметь возможность подвести итоги. Ну что ж, Александр Человекович, не смею вас задерживать, я понимаю, что вы, наверное, один из самых сейчас занятых и востребованных людей, чья работа очень нужна сейчас нашему Одинцовскому городскому округу. Желаю вам удачи, желаю вам без жалоб и безо всяких эксцессов провести эти выборы. Понимаю, что не все зависит от вас, да, многое зависит и от каких-то сторонних факторов, но, тем не менее, от души желаю вам успеха, и увидимся, я думаю, на подведении итогов. Спасибо, тоже ждем вас для того, чтобы информировать об итогах наших избирателей и жителей. Спасибо. Еще раз я напоминаю, что гостем нашего сегодняшнего специального интервью был председатель территориальной избирательной комиссии Одинцовского муниципального района Александр Вячеславович Игнатов. Ну что ж, до встречи на канале ОТВ, увидимся после выборов.